Уважаемые дамы и господа, я так представляю вам соперников и в синем углу боец из города Екатеринбург. Ему 23 года, рост 172 сантиметра, вес 59 килограммов, 800 граммов, профессиональный рекорд, 11 боёв, 10 побед, 3 победы, одержаны нокаутом, одно выражение, Станислав Калицкий! Его соперник в красном углу из города Люберцы, ему 35 лет, рост 168 сантиметров, вес 59 килограммов, 800 граммов, профессиональный рекорд, 20 боёв, 16 побед, 6 побед, одержаны нокаутом, 3 поражения, одно ничья, чемпион ЕБП Павел Малико! Рефери Семён Стахеев. Господа боксёры, слушаемые команды внимательно не нарушать. Пожали руки, я желаю ему удачи по углу. Итак, дорогие друзья, возраст, рост вес бойцов на ваших экранах, на 12 лет старше Павел Маликов, и на 4 сантиметра выше Станислав Калицкий. И ещё раз, это третья, четвертофинальная пара восьмёрки Гран-при по WBO, и победитель этой пары как раз-таки встретится, знаете, с кем? Я вам скажу, с Русланом Камиловым в полуфинале. Прекрасно знают друг друга спортсмены, представляют они одну промоутерскую компанию, неоднократно, скорее всего, спарринговали. Очень важный бой. Павел Маликов давненько не выступал в первом лёгком весе. Большую часть поединков он провёл на категорию выше, в 51,2. Но, справедливости ради, отметим, что свою карьеру профи как раз-таки начинал в 59 килограммов. Павел Маликов провёл первые три поединка. Ну и вопрос, насколько Павел восстановился после поражения, которое он потерпел в ноябре прошлого года. Досрочное поражение, тяжёлое поражение от Романа Андреева. Ну и до этого было поражение в августе нокаутом от Заура Абдулаева. Ну и плюс новая весовая категория. Ну как новая? Хорошо забытая старая. Но ещё раз, очень давно не боксировал 59 Павел. Как на нём сказалась весогонка. В красных перчатках у нас Станислав Калицкий. У Стаса новый имидж. Отрастил бороду. Не сразу я его узнал. Ну и Павел Маликов. В общем, достаточно традиционно для себя выглядит. Резкие движения сразу в ринге. Мы видим, что практически нет никакой разведки. Тоже такая война крюков чем-то. По манере немножко напоминает предыдущий поединок между Тургумбековым и Гаджи Алиевым. Отдали в близком бою победу Гайбатуле. И, соответственно, он сразится с победителем пары Дмитрий Хаси и Владислав Красношиин. Ох! Жёстко, жёстко, резко навстречу. Формула поединка у нас 8 раундов. Поэтому здесь особо так спать, ну, в принципе, никто и не спит. Особо медлить не надо. Станислав Калицкий, когда начинал карьеру профессионала, лично мне запомнился очень хорошей работой по корпусу. Посмотрим, как будет на этот раз. Мы видим, что хорошо перекрыт Павел Маликов. В общем-то, локоть у него правый. Прикрывает корпус. Ну, и мы видим, что даёт время Павлу подготовить атаку Станислав Калицкий. Так он постреливает джебом навстречу. Ну, и первый раунд такой, да. Больше пристрелочный. Равный. Вот решил рискнуть в концовке Павел Маликов. Итак, у нас второй раунд. Вот, обратившись к статистике, я хочу отметить, что оба боксера у нас после досрочных поражений, как я уже говорил. Павел проиграл Роману Андрееву в ноябре прошлого года нокаутом. А в августе прошлого года проиграл техническим нокаутом Дмитрию Хасиеву Станислав Калицкий. Это пока что единственное поражение в карьере Станислава. У него 10 побед, 3 нокаута. У Павла 16 побед, 6 нокаутом. Три поражения все досрочные. Одна ничья. Ничья была в феврале 19-го года. Дело было на югах, в районе Сочи. И был бой против Ваги Саруханяна. Раздельным решением судей тогда разошлись с миром, ребята. Ой, попал хорошо Калицкий тут же по корпусу, но нарвался. Нарвался направо и навстречу. И у нас на Акдау. Вот так вот. Как любит говорить один известный режиссер и актер. Ну что, полетит на добивание? Маликов. Видно, что пришел в себя Калицкий. Так, удар был точный, но на твердых ногах. Стас уже успел отгрузить навстречу. Тем интереснее. Тем интереснее. Я думаю, что сейчас интрига возрастет и градус накалится. Очень хороший эпизод для Калицкого, но вовремя. Выкинул навстречу удар справа Маликов. И заработал нокдаун. Мы видим, не спешит Маликов. Все, пришел в себя. Окончательно пришел в себя Станислав Калицкий после этого нокдауна. Сейчас их будет ждать. Ждать, чтобы пробить навстречу. Маликов вроде бы идет вперед, но так не рискует. Так, очень аккуратно, осторожно. Ну и вот джеб в корпус Калицкого. Очень внимательно. Выкин на место. Выкин на место. Еще один сдвоенный джеб в корпус. Точно от Станислава. Правый боковой. Ну вот стал брать Маликов вот эти паузы. Очень длинные. И Калицкий старается их заполнять. Опять справа сбоку попал Калицкий. И туда в догон. Длинный такой удар справа в разрез. И еще один джеб. Но несмотря на нокдаун, в котором побывал Калицкий. Бац. И третий раунд из восьми запланированных. Во втором раунде побывал в нокдауне Станислав Калицкий. Но мы видим, что очень быстро пришел в себя. И даже очень хорошо отработал в концовке корпус-голова. Такие были наставления в углу Станислава Калицкого. Посмотрим. На скачке отработал Маликов. Но на месте была рука у Калицкого. Вот. Начинает с джеба атаки Калицкий. Маликов тоже пускает в ход джеб. Очень напряженный раунд. О, и хорошая скорость. У ребят обменялись сейчас точными ударами по корпусу оба. На взрыве работают и тот, и другой. Неплохо сейчас встречает Калицкий Маликова. И еще раз. И в корпус. Вот старается дисциплинированно следовать указаниям, которые были в углу Станислав Калицкий. Здесь сдвоенный джеб. И вот к этому джебу бы еще удар по корпусу, конечно. Пытается поближе подойти. Станислав Калицкий. Вот хорошо Маликов отработал сейчас. Так дают по очереди. Обмениваются атаками. Боксеры. Вот хороший жесткий джеб Станислава. Но при этом мы видим, так после своих атак остаются на линии огня и тот и другой. Особо не сайдстепят, не финкят, не смещаются. Вот попал сейчас, кстати, Калицкий. И хорошо. И в корпус туда. Ну, как вы знаете, корпус такой достаточно слабый. Ну, не слабый, как сказать. Опа! А вот пока я... Второй нокдаун. Пока я пытался поговорить про корпус Павла Маликова, он взял и отправил в такой серьезный нокдаун Станислава Калицкого. Слушайте, этот бой может не пройти всю дистанцию. Другое дело, что очень мало времени. Но полетит ли на добивание Павел Маликов? Бакс. Бакс. Итак, четвертый раунд из восьми запланированных уже дважды побывал в нокдауне Станислав Калицкий. Вот, пожалуйста, пропустил левый боковой сейчас. Хотя, хотя, раунд был очень неплохо складывался для Станислава предыдущий. Но, нокдаун есть нокдаун. Два раунда 10-8 выиграл Павел Маликов. Ну и да, то есть челюсть не бетонная у Калицкого. Маликов может этим воспользоваться, повыцеливать и опять справа вытянуть на удар справа. И жестко, жестко попасть. Ну, по очкам бой Калицкий проигрывает. Поэтому у Станислава где-то нужно уже начинать рисковать. Всего 8 раундов. И уже четвертый. Джефф, корпус от Маликова. Ну, будет, будет ловить на правую однозначно Павел. Два раза удар залетал точно и дважды побывал в нокдауне Калицкий. Чуть ли не первый клинч за поединок. Очень короткий. Вот. Справа снова попал-таки после почтальона Маликов. Джеб от Калицкого по корпусу. Вот он удар справа. Павла Маликова. Главная такая коронка, наверное, в этом бою пока что. Вот. Начал рисковать Калицкий. Начал работать первым номером, подходить с ударами. Вот попал таким свингом справа. Маликов выдержал. Удар. Если уж кому и обострять, то Станиславу однозначно. Здесь успел убрать Калицкий голову. Новый джеб. Чтобы они притянулись. Конец раунда. Будет взрыв от Калицкого. Похоже, что нет. Пятый раунд из восьми запланированных. Павел Маликов против Станислава Калицкого. Третья четвертьфинальная пара. Восьмерки в первом легком весе по WBO. Во втором и в третьем раунде побывал в нокдаунах Станислав Калицкий. Но, как мы видим, очень быстро восстановился и в первом, и во втором случае. Хороший размен. И что нравится, на взрыве отработали оба. Со скоростью все в порядке у боксеров. Вот, пошел рисковать Калицкий. И где-то зацепил Маликова, мне показалось. И есть! 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 Очень тяжелый нокаут, если не нокаут. И как раз-таки удар по корпусу. Вот так вот! Первой минуты пятого раунда. Поведу нокаутом. Одержал Станислав Калицкий! Поведу нокаутом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...